ЛАП! Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Итак, почему мое выступление о сетевом бизнесе? Почему бы не сконцентрироваться на Коралл Клаб? Конечно, для меня выступление с темой «Почему Коралл Клаб» было бы просто чудесным. Я достаточно долго стеснялся говорить о нашей компании, так как родители не говорят о планируемой судьбе своих детей, тогда, когда они ищут дети. Главное, правильно воспитывать, влиять своим примером, и все обязательно получится. Так мы и действовали всегда. Но самый первый блок выступлений сегодня, который вела наша дабл-серебряный мастер Елена Арбузова, это как раз и был блок «Почему Коралл Клаб». Спасибо, Леня, спасибо всем выступающим. Я был искренне счастлив слушать каждого. Лилю Казарезову, Оксану Бахтину и Олега Зыкина, Наталью Суркан и Наталью Дьякову. Они выступали, потому что каждый из них стал на ранг выше, чем ранее. Но вы прекрасно знаете, что мы могли выпросить еще как минимум несколько сотен наших мастеров. И все они бы делились с вами той радостью и уверенностью, которую вы услышали от той пятерки. Вернее, шестерки вместе с Леной. Шестерки выступающих. Я был счастлив слушать их выступления. Ведь Коралл Клаб – это наш бизнес. И в то же время это мой бизнес. Мой бизнес – это в плане моего личного отношения к нему. Ведь каждый из вас тоже может сказать – это мой бизнес. И все же почему сетевой? Я неоднократно говорил о базовых четырех верах. Перечислю еще раз. Вера в себя, вера в других, вера в свою компанию и ее продукцию, вера в индустрию. Мы не очень много говорим о вере номер один и два. Это вера в себя и вера в других. Мы много времени и выступлений подсвечаем номер три. Самое классное. Вера в свою компанию и свою продукцию. И совершенно не говорим о вере номер четыре. А ведь это краеугольниками нашего бизнеса. И четкое понимание этой веры очень серьезно влияет на уровень вашей собственной уверенности в своих действиях, в действиях своих компаньонов и коллег, в действиях компаний. Все, что мы знаем о нашей индустрии – это данные DSA – DSA – DSA – Ассоциация Прямых Продаж. И это практически постоянный рост объемов продаж, сетевых компаний. Но я знаю, что у каждого есть тот вопрос, на который он ответить не может. Ибо этот вопрос следующий. Если все так классно, интересно, чудно, завлекательно, по словам многих, является самым лучшим видом деятельности, то тогда почему тяжело привлечь к этому делу друзей, родственников, коллег по работе и тех, кто мы встречаемся, надеясь на то, что после того, как они услышат, какая у нас классная компания, какая у нас продукция, как она классно работает, куда мы путешествуем, на каких машинах ездим, какой у нас образ жизни, почему же все не так просто? Мне также очень хочется повысить уровень понимания и ценностей нашей индустрии, потому, что так много недопонимания вокруг. И пирамиды, и некорректные компании, компании-однодневки, или, лучше сказать, одногодки, некорректные дистрибьюторы, не всегда высокое качество продукции, много вранья, деньги-деньги-деньги, и сколько всего остального, что хочется изменить, отношение людей к нашему любимому и столь уважаемому делу. Процесс становления дистрибьютором совсем не такой простой, как кажется. И то, что я неоднократно говорил, каждый может, но не каждый сможет, и подтверждает то, что наш бизнес только кажется легким. Но когда начинаешь им заниматься, вдруг появляется множество трудностей, которые далеко не каждый может преодолеть. Почему? Потому что мы часто не верим тому, что нам говорят. Потому что часто мы находимся в плену подшивых долгом. Потому что мы слышим, ты только подпишись, я тебе помогу. Потому что мы не представляем себе истинных сложностей в правильном пути. Часто мы просто не знаем, а что такое правильное. Мы на самом деле многого не знаем. И что интересно, это не что иное, как фантастическое испытание для тех, кто уверен в себе. Это не что иное, как удивительное путешествие в тот мир, которое помогает развить себя, понять, что только радость от собственных достижений. И начать бесконечно себя уважать от того, что, приняв иногда чисто интуитивное решение, мы добиваемся успеха. Причем такого, что сам себе поражаешься. На начальном этапе это происходит часто. Мы просто верим в себя. И очень надеемся, что жизнь нас не обманет и не допустит неудач. Попробую разобрать несколько моментов, связанных с этим бизнесом. Сравним независимого предпринимателя и наемного сотрудника. Что хорошего у независимого предпринимателя? Независимость, свобода, нет начальника, сам выбираешь, где продвигать бизнес. Возможность, но не гарантия. Высокого дохода, а иногда и очень высокого. Возможность выйти на пенсию задолго до достижения пенсионного возраста. Возможность иметь столько выходных в неделю или в месяц, сколько сам пожелаешь. Я уверен, что это только часть позитивных моментов, которые есть в нашем бизнесе. А что плохого? Ответственность. Да за что? За все. За ежемесячный доход. В мире наемного труда он называется зарплата. За стабильность. За рекомендации. За спокойствие близких, чтобы не вязались во что-то нехорошее. За свою собственную уверенность. За то, что нет продукции, увы, такое бывает. И не важно почему, но она должна быть. За возможную нестабильность. За то, что вам приходится учиться тому, чему никто вас не учил. Некоторые называют это как уговорить или как убедить. Я это называю иначе, как влиять. И как не переживать, если ваше потраченное время не уменьшается успехом. И не сомневаюсь, что то, о чем я сейчас сказал, это только начало. И здесь становится понятным, что далеко не каждый из тех, кого вы знаете, просто сможет стать независимым предпринимателем. Просто исходя из того, что ему не дано. Но в то же время то, что я сказал вам сейчас, не значит, что если вам сегодня говорят нет, это значит нет навсегда. Знания. Очень часто эти знания, которые требуются наемному сотруднику на какую-то конкретную работу, являются в достаточной степени ограниченными. И не стимулируют его продвижение по служебной лестнице. А если и стимулируют, то сама лестница не столь высока, как хотелось бы. И если по наемному сотруднику все понятно, ведь здесь присутствуют как бывшие наемные сотрудники, так и настоящие, то знания, которые требуются в нашем бизнесе, они на самом деле безграничны и разносторонние. И что интересно, когда мы слышим, я не врач, или я никогда не имел с этим дела, или что-то подобное, можно посмотреть профессии наших лидеров. И это не поголовно врачи. И даже не 50% врачей. И даже не 25%. Похоже, что меньше 10%. Кстати, точные данные я и сам не знаю. Но мы попробуем это узнать. Напрашивается вопрос, почему. Мой личный ответ, как не врача, считаю, что быть здоровым нужно быть не врачом, а человеком, которому интересно знать, как быть здоровым. Но в то же время, мое бесконечное уважение к тем врачам, кто с нами. И понятно, почему. Эти врачи, врачи-просветители. Не лекари, а просветители. Источники знаний не того, как лечить, а как быть здоровым. И еще одна классная правда для вас. Каждый человек может стать специалистом номер один по своему собственному здоровью. Поэтому я делюсь с вами своими знаниями и опытом. Да просто потому, что в этом году исполняется 30 лет, как я в сетевол. Конечно, я уже давно не дистрибьютор. То есть у меня нет номера, как у вас. Но все качества дистрибьютора я не потерял. Мое желание рассказать или поделиться чем-то интересным знают здесь очень многие. И я просто не могу не делиться. Это одно из качеств моего характера. Продолжим тему знания. Итак, зачем нам знания? Чтобы знать, как пользоваться продукцией, да. И это тоже. Но это не главное. Главное – это возможность влиять на своих собеседников и будущих потребителей или дистрибьюторов. Что вам нужно? Удивить, повлиять. Главное – влюбить в себя, сделать себя самым интересным и желанным другом и товарищем, человеком, с которым хочется общаться. Любые интересные знания, с помощью которых вы становитесь этаким гуру, помогают. Чем больше вы работаете в этом направлении, тем больше у вас появляется опыта влияния на людей. И что интересно, если вы не занимаетесь этим постоянно, а только периодически, то у вас больше отрицательного опыта, его любое знание или умение требует постоянного совершенствования. Если вы что-то не повторяете постоянно, вы теряете свою эффективность. Вы знаете, что многих лидеров организации тысячи или десятки тысяч потребителей и дистрибьюторов. Естественно, ваша реакция – я так не смогу. Но вы просто не знаете кое-чего. Что же это? Один из серьезных аналитиков нашего бизнеса, пообщавший с десятками лидеров, которые имеют годовой доход свыше 50 тысяч долларов, сделала очень интересный вывод. Я об этом прочитал лет так 15 назад и знаю наших лидеров и их структуры, могу с радостью поделиться этими знаниями. Ибо то, о чем я узнал 15 лет назад, полностью подтверждается деятельность наших лидеров сейчас. Что же это? А это следующее. Ваш доход от структуры и ее продвижения зависит от 4-6 ключевых людей. И это 80% случаев. Тогда понимание того, каким образом строится структура в десятки тысяч, становится немного более понятно. Ходите пример? Это я. Прилетел в Москву в конце июня 997 года, чем я занимался? Привлечением и созданием своей первой линии. Понятно, что мне приходилось помогать своей первой линии, и второй, и третьей, и пятой. Вы знаете, что мы начали с того, что развивали не компанию Coral Club, ее еще тогда не было, был только я и Эрик. Но через несколько месяцев я получил премию от той компании, которую мы тогда развивали. И то, что впоследствии стало базой для Coral Club. Так вот, эта премия была мне дочислена потому, что у меня был определенный групповый объем и 10 веток. 5 в Канаде и 5 в странах бывшего Советского Союза. Еще раз, прошу не смешивать нашу компанию Coral Club, эту первую. Это просто мой личный пример. И сейчас я твердо могу сказать, залог успеха – широкая первая линия. Причем постоянно пополняющая. Не десятками и сотнями в месяц, это просто невыполнимо. Чаще всего первая линия сильно растет первые месяцы. И это при том, что новичок, у которого растет сеть, не знает толком ни продукта, ни маркетинга. Что работает? Работает его вера, энергия, радость, энтузиазм. Многие из тех, кто здесь присутствует, имеют такие примеры. Человек только подписался и ничего не знает. Привлекает в первый месяц 10 человек. Почему? Да просто потому, что ему верят, верят тому, что на английском называется «эдитюд». Это отношение и поведение. И то, как моим восторгом об этом говорит. И то, как горят его глаза. Продолжим по поводу первой линии потребителей и дистрибьюторов. Именно из них будут высеиваться или отсеиваться те, кто будет с вами постоянный. И те, кто купил один или два раза или несколько раз. Это то, что мы называем мерцающие. Здесь очень важно научиться сортировать людей. Ибо у вас нет времени на всех. Именно поэтому нужно научиться сортировать. Я подчеркиваю, сортировать, но не отвергать. Это и искусство, и опыт. И чем больше вы будете это делать, тем лучше будет получаться. Я знаю, я неоднократно встречался с теми, кто мне говорил. Я не буду подписывать всех. Я буду подписывать только лидеров. Увы, полный пролет. Многие из тех, кого мы называем лидеры, а мы всех наших мастеров, и бриллиантовых, и изумрудных, называем лидеры. Но большая часть из них тогда, когда они подписывались в нашу компанию, они сами себя не считали таковыми. Безусловно, они не были неудачниками. Но и понятие сильный лидер для них, пожалуй, будет применять неправильно. Они были тем, что называется скрытый лидер. Кстати, таких лидеров 94% из 100. 3% из 100 это явные лидеры, 3% из 100 явные неудачники. И 94% тех, кто, возможно, через несколько лет будет пополнять число золотых мастеров в вашей сети. Заметьте, что я не говорю о вашей команде, я говорю о вашей сети. Это очень важно. Понимаю, что каждому из вас очень хочется считать каждого из тех, кто находится в вашей сети, членом вашей команды. Увы, это не так. Член команды это друг, единомышленный человек, на которого мы можем просчитывать или опереться. Не стоит считать таковым каждого, кто появился в вашей структуре, или даже стал бриллиантовым директором или мастером. Только время покажет, кто из кто. Но не ранг, до которого дошел этот человек. Так что получается в жизни? Ваша команда пополняется не только теми, кто находится в вашей структуре, но и теми, кто находится вне ее. Это нормально? Абсолютно. Просто так происходит. И это нужно использовать. Не забудьте. У вас появляются друзья, единомышленные. Вернемся к теме моего выступления. Почему сетевой бизнес сегодня? Что происходит в обычное время? Многие из тех, кому вы были бы очень рады, просто не имеют времени познакомиться с нашей компанией. Подчеркнув с вашей компанией. Вы им предлагаете, но им просто не до вас. У них просто нет времени. Когда появляется это время, увы, только тогда, когда людей увольняют. Им приходится думать о поиске какой-то работы. Им просто нужно искать альтернативу того, что у них было. Поэтому именно сейчас золотое время. Люди теряют работу и ищут что-то взамен. Для нас это квантайм. Каким образом я оказался в этом бизнесе? Когда мы переехали жить без раи в 1991 году, я начал искать работу. То я обратил внимание на те объявления, которые искали дистрибьюторов для распространения клеточного питания. Или распространителей здорового питания. Но мне как-то это было просто неинтересно. Я не знал, что это такое. Я инженер. Максимальное мое достижение в возрасте 35 лет. Я стал начальником цеха. Некрупный, но и немаленький цех. Число сотрудников доходило до 350 человек. Я искал работу, но не знал какую. Это уже в Израиле. К тому же в тот момент в Израиле не было никакой работы. Или почти никакой. О бизнесе я вообще не думал. И реально я просто не знал, что это такое. В страну в тот момент насчитывающей 6 миллионов человек приехало за год около полутора миллионов. И работать и зарабатывать себе деньги на жизнь были готовы все. Или как минимум 99,999 из тех, кто приехал. Рабочих мест просто не было. И куда я пошел? На собеседование по объявлению требуются сотрудники на полную и неполную рабочую ставку. В этот момент мне как раз нужно было именно на неполную рабочую ставку. То есть на полдня. Так я попал на презентацию той самой первой компании, известной многим. Презентация это не то слово. Разговор один на один. В течение 35-40 минут мой будущий спонсор рассказал мне историю. И я влюбился. Не сомневаюсь, что вы уже догадываетесь. Я не влюбился в компанию, о которой мне рассказали. Но я влюбился в саму идею продвижения продукции и получения процентов до ее стоимости. Причем не только непосредственно. Главное это то, что оказывается можно получать проценты и от первой линии привлеченных, и от второй, и от третьей. В общем я не просто был поражен. Я был потрясен. Придя домой, я рассказал об этом своей жене. И она мне сказала то, о чем я позже прочитал у большого Элла. Моя жена сказала мне, ну если это так просто, так этим должны заниматься все, правильно? Абсолютно. И то, что сейчас, к чему двигается сетевой бизнес в мире, именно к этому. И сейчас число людей, которые потеряли работу и хотят просто зарабатывать реально много. И это наш шанс. Это ваш шанс. Не потому, что раньше мы были менее интересны, а потому, что больше людей стало искать. Первое, возможности работы. Второе, альтернативу существующей ситуации, связанной с коронавирусом. Что может быть интереснее для нас? Для вас. Но для того, чтобы шел процесс привлечения людей, им нужно рассказывать и показывать. А как это делать в эпоху онлайн бизнеса? Учиться новым технологиям. И вот она. Возможность не просто быть интересным, а возможность показать людям какие-то новые технологии. Как пользоваться соцсетями. Каким образом организовывать события онлайн. Это значит, что у вас есть возможность не только научиться чему-то новому, но и учить других. Или просто делиться своим знанием. А что дальше? Сетевой бизнес будет только укрепляться и развиваться. Почему? Потому что он дает человеку возможности не просто развиваться и получать доход. Он дает возможности человеку самореализовываться и постоянно продолжать это делать. Становится все лучше и интересней в своих собственных глазах. Уважать себя. Любить себя. Верить себе. И верить в себя. Вспоминать о своем начале. И видеть, как этот процесс реально происходит с другими. Происходит это у всех. Увы, нет. Но может этот процесс происходить у всех. То есть, возможно ли каждому преуспеть в сетевом бизнесе? Абсолютно да. Сто процентов. Почему не у всех получается? Это вопрос-вопрос. Более того, почему не все хотят? Вот для этого вопроса у меня нет ответа. Человек настолько загадочен, что не на все вопросы полагаются ответы. И вот сейчас наступает момент, когда я все расскажу о нашей компании. Ибо именно компания является гарантом вашего продвижения, стабильности, уверенности и уровня жизни. С самого начала, то есть 8 декабря 1998 года, когда компания была зарегистрирована, ее главными девизами стали три цели. Надежность, качество, стабильность. И я не буду вам рассказывать историю компании. Но хочу сказать о тех базовых моментах, о том, что сделала и будет еще делать, нашу компанию и тем брендам, о котором будут говорить. Посмотрите на компанию Coral Plan. Генеральный директор, иначе CEO, Эрик Меграбян. Человек дружбы, с которым я горжусь. Человек, на которого можно положиться во всех вопросах. Человек, который мог перестроить управление компанией и налаживать все процессы в компании дальше. Он реально видит очень далеко. Наверное, это тот случай, когда, можно сказать, человек видит за горизонтом. И поверьте, это не кукушка хвалит петуха. Это я говорю для вас, для вашей уверенности. Это, что на нас можно положиться. Все базовые человеческие ценности вошли в составной частью в нашу компанию. И это безумно важно. Совет директоров, эти ребята. Надеюсь, вы понимаете, ребята, они для меня. Так как они все ровесники моего сына. Так вот, эти ребята являются интегральной частью управления компанией. Именно они делают так, чтобы вы не краснели за то, что нет продукта. Увы, бывает. Но они делают все, чтобы свести это на нет. Вовремя выплачивая комиссионный уровень признания нашим дистрибьюторам. И помощь в получении практически любого вида информации, если это вам нужно. Цель моего выступления была следующей. Показать, что я люблю, ценю, уважаю нашу индустрию, сетевой маркетинг. Я постарался на своем опыте рассказать вам об этом. И я счастлив, что благодаря тому, что когда-то, 30 лет назад, я стал частью этой могучей индустрии. Мы смогли создать свою уникальную компанию. Которой гордимся мы. Которой гордитесь вы. И которой каждый из нас без капли вранья может назвать мой бизнес. Желаю просветания каждому из вас, каждому компаньону и участнику вашего бизнеса. Не сомневайтесь в том, что ваш успех ждет вас без всяких сомнений. В заключении моего выступления я хочу процитировать великого Джима Рона. Вы знаете, это по-настоящему певец сетевого бизнеса, его вдохновитель. Ты был на его выступлении, когда он выступал на событии одной из компаний. Он сказал следующее. Мы сейчас находимся на событии компании XYZ. Это не важно. И все те, кто участвовал в организации этого события, будут рады вам, как новому дистрибьютору компании. Но если по какой-то причине вам что-то не понравится, что-то не срастется, то не делайте какого-то вывода о сетевой индустрии. Просто ищите дальше. Я, как президент компании Coral Club, человек, для которого Coral Club является всей жизнью, могу только присоединиться к тому, что сказал великий Джим Рон. Я не сомневаюсь, что наше мероприятие Forsyth Winter станет мощнейшим ускорителем нашего продвижения дальше. Желаю вам удачи, успехов, новых рангов, новых стран, новых людей, новой жизни. Я счастлив быть с вами сегодня. И до завтра.